ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Если только обстоятельства угрожают значительно большей бедой, чем ложь, тогда возможно так сказать. У владыки Антония Сурожского есть воспоминания о рассказе одного ветерана сопротивления, который прятался от обысков нацистов в сарае. И человек его у себя приютил и спрятал. Но когда немец, глядя ему в глаза, спросил, не находится ли у тебя такой-то человек, он сказал, да, он там. И этот человек, выходя, сказал, ну что ж ты меня сдал? Я с детства приучен говорить только правду, как христианин. И вот владыка Антония говорит, ну как же он не понял, что он на смерть предал человека, что он совершил гораздо больше грех. В Древнем Патриике есть рассказ о двух монахах, старце его молодом ученике, которые после трудового дня сидят и немножечко отдыхают у своей кельи. И вдруг мимо бежит израненный весь кровоподтеков человек, а через некоторое время за ним бежит толпа с палками, камнями и кольями. Очевидно, для того, чтобы с ним расправиться. И они спрашивают у старца, куда тот побежал, и старец показывает противоположную истинной стороне направление. Когда они убежали, ученик спрашивал, ты старец, ты же солгал? Да, я солгал, я согрешил, но если бы я не солгал, то я был бы соучастником грехоубийства. А это значительно тяжелее, отвечает он. Поэтому вот не всегда нам приходится выбирать, к сожалению, между белым и черным. Бывает так. Бывает, например, что священник на исповеди узнает через таинство покаяния, муж кается в том, что он изменял своей жене. И спрашивает у священника, надо ли сказать жене об этом. И я обычно говорю, что нет, не надо. Если человек искренне глубоко раскаялся, то есть он этот грех отверг от себя, и уже есть большая надежда, что он к нему не вернется. Нет, не надо, потому что жена может просто не понести этого предательства, и семья может разрушиться. И это будет хуже беда, чем несоблюдение, может быть, заповеди о правде. Внеси свой вклад, оцени, подпишись. И поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok